Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим шлиф гроссмейстера Дмитрия Цинмана и за одну партию Цинман Бурылов, которая игралась в далеком 2010 году. Был разыгран дебют игра Шмульяна. Еф4, ФГ5, ЦБ4. Но здесь после хода ЖФ6 можно быстро уравнять белыми игру. Допустим, БЦ5, бой-бой и ФЕ5. Либо если черные бьют в эту сторону, тогда отдаем ФЕ5. Ну и возникает примерно равная позиция. Поэтому черные играют Еф6. Этот ход ставят перед белыми более сложные задачи. Далее, ФЕ3, ФГ5, ЦД2, ЖХ4. У белых надо закрываться ЖХ2. И здесь есть две системы. ФЕ7 и ДЕ7. В партии было ДЕ7. Белые играют БЦ3. И на ход БА5 играют ЕД4. Здесь также есть два хода. Еф6 и ЖФ6. Ход ЖФ6 я подробно рассматривал. Кто не знает, как тут играть, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. В партии был ход Еф6. Белые ставят колб. БЦ5. И черные начинают атаковать правый фланг белых. ФГ5. Надо меняться. ФЕ3. И черные еще раз нападают. У белых снова единственный ход АБ2. И черные играют ФЕ7. Видите, у черных два нападения. С7 и Б8. А у белых только одна защита. Поэтому колб белых находится под угрозой. И вот в этой позиции есть два хода. ХЖ3 и ЖФ2. Давайте рассмотрим вкратце оба. Ход ЖФ2 ставит белых на грань поражения. После хода СД6. Вот здесь в партии. Валюк Доска. Белые даже победили. Они перехватили инициативу. Сперва жертвой ФЕ5. Это на самом деле единственный ход. Сюда бить бесполезно. Белые отыграют шашку. Поэтому черные побили на Б4. Белые подкинули еще одну шашку. Уже играют без двух шашек. Ну и после хода Б3. Возникает примерно равная позиция. Даже здесь у белых поприятнее. Несмотря на отсутствие шашки. Далее в партии было ЖФ4. Это уже не точный ход. Белые поставили рожон на поле Д6. Ну и после хода АЖ5. Белые сыграли ДЕ3. Ничья еще у белых была после хода АБ6. Ну и черные сыграли АЖ7. Ну и после хода ДЦ5. И же АЖ6. Белые сыграли АЖ3. И легко выиграли. Черные находились в цейтноте. И вот так. Гроссмейстеру Валюку удалось. Одолеть своего многоопытного соперника. Гроссмейстера Иона Доску. Разберем другой еще ход в этой позиции. Вместо ФЕ5. Правильной жертвы. Если белые играют БА3. Здесь они проигрывают. Смотрите. БЦ7. Ну надо играть ДЕ5. Иначе будет нападение. Поэтому черные здесь меняются назад. И снова готовятся напасть. Белые играют ФЕ5. И предлагают черным выиграть шашку. Но этот ход не ведет к победе. Здесь правильно сыграть АЖ7. Выждать. И вот после того как белые сдвинут шашку С3. Здесь уже меняемся. СД4. И видите. Снова грозит от СД6. Поэтому приходится играть ДЕ5. Черные снова меняются. И выясняется что шашка С5 неминуемо гибнет. Самый сильнейший вариант сопротивления за белых такой. АЖ3 ФЕ7. ЖА4. Черные все таки отъедают шашку С5. Белые играют ФЕ3. И ЕФ4. Здесь нельзя меняться. БЦ3. Это лишь ничья. Здесь правильно играть БА3. Точный ход. Белые играют ФЖ5. И к ничьей лишь ведет ход АБ2. А правильно здесь запомнить ход АБ4. Только он побеждает. Вот это точный вариант. Теперь белые меняются. Это сильнейшее сопротивление. Ну и на ход АБ2 играют ФЖ7. Черные ставят дамку. Белые также ставят дамку на Ф8. Черные отходят. Ну и здесь кажется ничья. То есть белые занимают пункт С5. Черные допустим отходят на АШ8. И играют на Ж1. То есть видите никогда нельзя повести шашку А3. А3 так как она будет тут же разменена. Эту шашку никак не провести. Вроде ничья кажется. Но тут есть очень красивая жертва. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за черных. Я уже разбирал этот дебют. Черные красиво жертвуют дамку. Бьют назад. И дамка белых гибнет. Вот такой прикольный выигрыш. Так. Разобрали ход Ж2. Но правильно конечно в этой позиции играть АЖ3. И вот здесь уже черным надо играть аккуратно. Играть Ж6. Я тоже разбирал. Вот этот ход. Как раз из партии Валюк Цинман. Тоже ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Там есть очень много ценных дополнений. Но если же просто нападать СД6. Тогда белые меняются БА3. Черные снова хотят напасть БЦ7. И белые строят ловушку. То есть играют ДЕ3. Они хотят прорваться на поле Ф8. То есть черным надо нападать СД6. Тогда белые проводят ударчик. Играют СБ4. Затем Ж2. И неминуемо попадают в дамки на Ф8. Вот здесь есть два хода. Правильно играть конечно БА3. А БЦ3 уже красиво проигрывает. Этюдный выигрыш. Смотрите. Меняемся. ЕД4 и ЖФ4. Ну и на ход АБ6 конечно будет ХГ5. И белые легко победят. Поэтому приходится играть ЖФ6. Тогда белые играют дамкой на С5. Ну допустим ФГ5. Отошли. ЖФ4. Вот здесь надо сделать точный ход дамкой. Сыграть на Ф2. Надо задержать шашку АЖ4. Ну и на ход АЖ5 уже ломимся второй дамкой. Играем ЕД6. Допустим ЖФ4. ДЕ7. Снова точный ход. И на ход ФГ3. Отходим дамкой на Ж1. То есть черные будут вынуждены потерять темп. Допустим после хода ЖХ2. И затем отдать шашку А7. Здесь можно поставить дамку на Ф8. И здесь есть два варианта. Если черные играют АЖ3. Тогда точно играем дамкой на Б4. И выясняется, что это положение уже точно проигранное. То есть грозит нападение. С поля Е1. И белые выиграют. Поэтому приходится отдавать шашку. ЖФ2. Бьем точно на С5. И видите дамку не поставить. Так как позиция черных будет проигранная. Из-за так называемой вилки. То есть на ход АЖ7. Белые могут. Допустим отойти. Сюда. И все сводится. Известному построению. Под названием вилка. Одна дамка легко справляется с двумя шашками черных. Так. Если же в этой позиции черные допустим играют АЖ7. Ну тогда уже все как по нотам. Играем на Ж1. Ну и после хода ЖФ6. Тоже такая своеобразная вилка получается. По Ц3. Нападаем. Загоняем шашку Ф6 на АЖ4. Ну и здесь. Черные вынуждены жертвовать шашку. И после постановки дамки. Она ловится. И белые побеждают. Так. Разобрали ход. Если же в этой позиции черные сразу же отдают шашку. Наиболее сильное сопротивление и ставят дамку. Нельзя отдавать дамку. Так как это будет только ничья. Здесь правильно пойти на поле Д6. И видите. Белые вынуждают черных ходить куда-то. Ну если сюда пойти дамка ловится. Видите. Неминуемо. Белые легко побеждают. Если допустим черные играют АЖ7. Ну так же ловим дамку. И выигрываем с помощью запирания. Вот такой прикольный этюдный выигрыш. Я его уже показывал. Ну как говорится повторение мать учения. Поэтому в этой позиции плохо играть БЦ3. Это правильно играть БА3. И вот здесь все сводится к интересному ойншпилю. Смотрите. Я почему показываю этот вариант. Недавно смотрел тоже партию на канале Шашки для всех Яниса Сафина. Была показана партия Ольга Рейниш из Украины. Играла с Аленой Михайловской. Тоже сильный мастер. И вот там белые сыграли по-моему то ли ЖФ4 то ли ЕД4. Но я знаю точно что после хода ФЕ7. Здесь у белых огромное преимущество. Вот так именно против меня играл Горсмейстер Цинман. Показываю нашу партию. Теперь смотрите. Если допустим сразу же идти в дамки. Черные играют на АЖ4. И дамку видите некуда поставить. Она будет тут же поймана. Либо таким образом. Ну допустим сюда. Видите нельзя ставить. Сюда. И это выигранная позиция. За белых. То есть видите. Если сюда поставить еще проще выигрыш. То есть играем на АЖ4. Допустим сюда идут. Снова играем ЕД4. Снова дамку некуда ставить. Приходится играть ДЦ5. Играем Б5 вернее. Играем ДЦ5. Ну и на постановку в дамке играем ЖФ4. Видите. Грозит ловля дамки. Поэтому черные отдают шашку. И все сводится к той позиции. Которая будет сейчас рассмотрена. Из основного варианта. То есть тут как ни крути. После ФЕ7. Все сводится к основному варианту. Я в партии играл АБ6. Сразу же в дамки не шел. И белые сыграли ЕД4. Я сыграл АБ2. И белые играют ЖФ4. Снова видите. Дамку ставить нельзя. Сюда не поставишь. Будет поймано. Если сюда поставить. Ну тоже тут легкий выигрыш. Ну допустим. Сыграли на АЖ4. И побили сюда. Легкий выигрыш. Потом следующим ходом. Обрезаем по двойнику. Это выигрыш. То есть приходится играть Б5. Тогда. Играем ДЦ5. Ну и снова сюда не поставишь. Дамка будет поймана. Поэтому приходится ставить на А1. Белые играют дамкой на АЖ4. И все свелось вот к той позиции. Которую мы уже видели. То есть как ни крути. И от нее не отвернуться. Приходится жертвовать ЖФ6. Тогда бьем на Д8. И черные допустим играют на Ж7. Здесь белые начинают вести вторую дамку. СД6. Ну и видите. Сразу же АБ4 играть плохо. На АБ4 белые играют ДЕ7. Ну и допустим. На ход БА3. Или БЦ3. Тут без разницы. Уже играют ЕФ8. И постоянно грозит на ход АЖ5. А такого хода отойти по большой дороге нельзя. Потому что последует жертва. Затем вот такой удар красивый. Ну и видите. Позиция в пользу белых. Очень красиво тоже. Видите. Выигрыш. Поэтому в партии я решил. Вместо. Сразу же. Вместо того. Чтобы ввести шашку в дамки. Сперва сыграть на поле А1. В принципе это грамотный ход. Белые играют ДЕ7. Ведут вторую шашку в дамки. И я тоже начинаю вести шашку в дамки. Белые играют ЕФ8. И здесь правильно закрыться. Иначе снова будет вот эта комбинация. То есть мы не даем как бы поймать свою дамку. Белые играют дамкой на А4. Ну и неминуемо загоняют черных на поле Б2. То есть видите. Снова нельзя играть сюда. Из-за несложного удара отдали дамку. Затем сыграли ФЖ5. И легко победили. Тут ничего сложного. Поэтому приходится играть СБ2. Чтобы нас не выиграли. И белые загоняют шашку на С1. Вернее дамку черных. Приходится ставить дамку. Тогда точный ход на Д6. И возникает интересное окончание. То есть видите. В этой позиции никогда нельзя играть АЖ7. Потому что дамка черных попадет в переплет. И видите. Мешает собственная же шашка Ж7. То есть приходится как-то бегать вот по полям А1. Б2. С3. Либо Ж7. И вот тут есть прикольные ловушки. В партии было АБ2. Дмитрий Цинман начинает активизировать отсталую шашку АЖ2. Я играю обратно. На А1. Белые сыграли на Б8. Б8. Снова АБ2. И играют ЖФ4. Все. Зафиксировали неудачное положение. Черных шашек. И черные продолжают сопротивляться. Защищаться. Играют дамкой снова на А1. Белые играют дамкой на Д6. Здесь я сыграл на С3. Тут без разницы пока. И белые сыграли дамкой на А3. Я снова ухожу назад. Пока непонятно как белым выигрывать. На самом деле эта позиция еще ничейная. Но тут надо грамотно защищаться. Белые играют дамкой на С5. И вот в этой позиции уже обратите внимание. Проигрывают простые ходы. Допустим на С3. На Б2. Это уже проигрывает. Белые очень красиво побеждают. Играют дамкой на А4. То есть видите нельзя отдать шашку. Потому что белые побьют шашку и дамку. Остается играть только допустим на А1. Теперь белые красиво ставят дамку на Ф8. Это единственный этюдный выигрыш. И выясняется что черным некуда ходить. То есть на любой ход дамкой. Белые проводят комбинацию. Сперва игра от Ф5. Приходится бить до конца. Затем игра от АЖ5. И легко побеждают. Шашки также не отдать. То есть если отдать АЖ5 бьем на Ф6. И белые побеждают. Если играть АЖ7. То снова черная дамка попадает в переплет. Видите. И снова мешает своя же шашка на Ж7. То есть это положение уже проигранное. Но в этой позиции. В этой позиции. Я правильно еще отдал. АЖ5 единственный ход. Белые побили на А4. И снова играть АЖ7 нельзя из-за ФЕ5. И дамка черных гибнет. Поэтому я сыграл дамкой на С3. И Дмитрий Цинман поставил очень красивую ловушку. Смотрите. СД6. Я сыграл дамкой на А1. И АЖ3. Классный ход. В чем идея? То есть здесь в партии я уже устал защищаться. И хотелось форсировать ничью. И кстати друзья. Мы играли на чемпионате России. Напротив нашего столика. Собралось очень много шашистов. Всем было интересно как же закончится партия. И Дмитрий Цинман очень красиво победил. Я не выдержал напряжения партии. Надо было просто играть допустим АБ2. Или на поле С3 играть. И возвращаться обратно. Допустим обороняться по полям А1 и Б2. И здесь у белых выигрыша нет. Но я подумал что здесь я могу форсировать ничью. Что мой соперник уже тоже ошибся. И сыграл АЖ7. И белые очень красиво выиграли. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые красиво жертвуют шашку. ФЕ5. Неожиданный ход. Я помню он меня просто поставил в тупик. Вот этот ход. Сердце бешено заколотилось. И я понял что я проигрываю. И белые. Скромно играет Ж4. И выясняется что. Черным мешает своя же шашка предатель на поле Ж7. Черная дамка попала в переплет. Вот если они уходят на Д8. То отдаем дамку таким образом. И побеждаем. Если черные уходят по большой дороге. То дамка снова ловится. И снова белые побеждают. Друзья. Если вам понравилось данное видео. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. Уточню все варианты. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.